Итоги уходящей пятницы Сотрудников трудятся в этой сфере Мертвые души, раскрыта преступная схема сокрытия падежа скота Проведены эффективные отгрузки более ста голов молодняка крупнорогатого скота с оформлением бестоварных накладок Кого пытались обмануть? Трюки победы В Бобруске пройдут BMX соревнования Появилась возможность в большой спорт ларваться Когда? А также кадровые рокировки, приятный бонус и массовая жатва Хозяйство всех областей страны включились в уборочную кампанию Есть ли комбайнеры-тысячники? Новые портфели Президент рассмотрел кадровые вопросы Александру Лукашенко представили списки для назначений и согласований на различные должности Ротации в двух министерствах Руководить сферой ЖКХ теперь будет Геннадий Трубила Раньше он был первым замом ведомства Министром транспорта и коммуникации стал Алексей Лехнович Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло Отныне помощник президента, инспектор по Витебской области Белорусский лидер четко обозначил задачи для каждого с учетом реалий внутри страны и на внешнем контуре Должен сказать, что я жду от министерства, во-первых, чтобы оно было видно Понимаете, о чем я говорю? И во-вторых, чтобы это министерство наконец-то доказало, что ему быть Что министерство жилищно-коммунального хозяйства в стране нужно Вы знаете, это от вас не секрет Мне постоянно вносились предложения о ликвидации этого министерства Или включение в какое-то другое министерство Потому что якобы функции пересекаются Многие функции реализуются местными органами власти Некоторые функции входят, ну, допустим, в министерство строительства смежное и так далее Я не считаю, что это так Это, во-первых, даже если где-то и вы занимаетесь строительством Или капитальным ремонтом Или же параллельно министерство строительства Всем работы хватит Но, естественно, вам не следует заниматься тем, чем будут заниматься и местные органы власти Министерства строительства Я думаю, что министерство особо и не влазило в эти полномочия и функции Новые топ-менеджеры у Нафтана Светлогорский химволокно, Агата, Оршанского льнокомбината И национальной киностудии «Беларусьфильм» Закрыта вакансия и ректора Брестского университета имени Пушкина Махинации с совестью В Могилевском районе раскрыта преступная схема сокрытия падежа скота На одном из сельхозпредприятий Главный ветеринарный врач давал указания заведующим молочно-товарных ферм О внесении заведомо ложных сведений О поголовье и движении крупно-рогатого скота в ежемесячные отчеты Кроме того, выписывались фиктивные товарно-транспортные накладные Об отпуске КРС на реализацию в мясоперерабатывающий цех Таким образом, с июня прошлого года по июль текучего В адрес мясоперабатывающего цеха По бумагам проведены фиктивные отгрузки Более ста голов молодняка крупно-рогатого скота С оформлением бестоварных накладных От уши павших телят закапывались Хозяйству нанесен ущерб в размере свыше 42 тысяч рублей Возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий Которое повлекло тяжкие последствия Квадратные метры, осенняя кампания и регулярный рейс Белавия теперь будет летать в Индию Почем билет? Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре Президент подписал указ о призыве на срочную военную службу в августе-ноябре В период осенней кампании повестки получат молодые люди, которым исполнилось 18 А также те, кто утратил право на отсрочку Одновременно документам предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы Белорусские строители наращивают экспорт услуг За пять месяцев рост более 40% Речь о жилье, социальных, культурных объектах и не только Львиная доля приходится на Россию По служном списке наших специалистов Различные здания в Санкт-Петербурге, Калужской, Воронежской, Владимирской, Калининградской, Курской, Брянской областях В Беларуси с августа увеличат пособия по уходу за детьми до трех лет За первого государства выплатят 651 рубль 35 копеек На второго и последующих 744,40 На ребенка-инвалида 737,45 Действовать новые размеры будут до 31 января 2024 В этом году на поддержку 220 тысяч малышей выделено порядка 2 миллиардов рублей Хозяйство всех областей страны включились в массовую уборку зерна Освоено порядка 17% площадей Начинали с озимовой очменя, сейчас переключились на другие культуры Уже есть комбайнеры-тысячники В 2022 фиксировали даже результаты на молотов в 6000 тонн В Минсельхозпроде надеются, что такие рекорды будут и в этом году Белавия теперь будет летать в Индию Первый регулярный рейс по маршруту Минск-Дели-Минск запланирован на 11 августа Время в полете около 7 часов Стоимость билетов в одну сторону стартует от 319 евро В обе 569 Белорусам необходима виза, получить ее можно в посольстве за несколько дней От современных супермаркетов до сельскохозяйственных рынков В преддверии профессионального праздника работники торговли принимают поздравления В Бобруске в этой сфере трудятся более 10 тысяч специалистов Внимание и доброжелательность по отношению к покупателям И ответственное отношение к своим обязанностям Все это про них В адрес лучших представителей отрасли звучат слова поздравления Благодарственные письма, цветы и грамоты Вручает более чем 40 сотрудникам сферы розничной торговли Обслуживания и общественного питания Реды, будем так говорить, увеличились на 2 ветерана торговли Это заслуженно, это те люди, которые более 20 лет проработали в сфере торговли И проявили профессионализм во всех пониманиях этого слова Я хочу присоединиться к добрым словам, которые были сказаны в наш адрес И заверить всех бобручан, всех гостей нашего города О том, что мы будем самыми лучшими, мы будем самыми креативными И торговля будет всегда, город Бобруйска, самая лучшая Торговля – важная отрасль экономики, динамично развивается в разных формах и проявлениях Всего в стране около 130 тысяч объектов Сферу активно внедряют новейшие технологии и сервисы Расширяется и ассортимент товаров Кстати, белорусы стали больше покупать отечественные продукции Качество и цена имеют значение Работа кипит В Бобруйске полным ходом идет укладка асфальта Сейчас специалисты трудятся на Октябрьской, на пересечении с Гоголя Апгрейд затронул и другие районы города Дорожную технику можно встретить в районах Володарского и рынка на Красноармейской О перспективах и планах Ольга Васенда По комфортному пути в Бобруйске продолжают обновлять транспортные артерии Рабочие ДСУ-16 укладывают новое покрытие на Октябрьской на пересечении с Гоголя Чтобы сделать качественно и в срок, на время здесь перекрывают движение Задействованы 4 единицы техники – асфальтоукладчики и катки Было сделано фрезерование асфальтобетонного покрытия Далее идет очистка основания от пыли и грязи Устройство, где необходимо вравнивающий слой из асфальтобетонного покрытия Затем подруктовка бетонной эмульсии Устройство верхнего слой асфальтобетонного покрытия В этом сезоне уже заасфальтировано порядка 120 тысяч квадратных метров уличнодорожной сети Покрытие обновлено на Шевченко, Пушкина, Гагарина, Карла Липкнихта Третье Луговой, Минском шоссе и в Переулках, Четвертой Путейский и Бахарова Параллельно ведется и ямочный ремонт Выполнены работы по ремонту улицы Ковзана Практически завершены работы по улице Карла Маркса Выполнены работы на улице Ванцетти В настоящее время ведутся работы на улице Ченгарской На Пролетарской и Комсомольской укладывают тротуарную плитку За счет средств Республиканского дорожного фонда Ведутся работы по устройству пешеходных дорожек на Минской и Урицкого Новый асфальт появится и на Береговой Впрочем, жители уже довольны И вот на улице от Белой церкви поменяли дорожку тротуарную Положили плиткой тротуарной Отлично, ровненько идти Там много дорог у нас сделали Маленькие вот эти параллельные, которые идут Советская, социалистическая Почти все дороги сделали Много новых положили Асфальтных покрытий В общем, там мне все нравится Основные улицы как бы сделаны То есть хорошие дороги В Могилевской области на строительство дорог в 2023 предусмотрено около 180 миллионов рублей Планируется отремонтировать 166 километров В четвертом квартале начнутся работы по возведению четырехполосной магистрали от Могилева до Черикова Продолжается реконструкция мостов через СОЖ в Черикове и Березину в Бобруйске В планах обновление еще шести путепроводов Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360 Жажда экстрима В Бобруйске в эту субботу пройдут БМХ соревнования Лучшие спортсмены страны выполнят трюки на специальном велосипеде Для зрителей также проведут мастер-классы Начало фестиваля в 13 часов по адресу Приберезинский бульвар 27 На территории скейт-парка Многофункциональная площадка состоит из шести фигур Среди них радиус Фанбокс-книга с рейлом Прямая разгонка и грайнд БМХ представил с недавних пор Олимпийский вид спорта Раньше ребята катались только на улицах Но сейчас у них появилась возможность в большой спорт ворваться У каждого участника будет своя программа Это, собственно, как и слово фристайл Что значит Каждый сам для себя придумывает линию трюков То есть у него нет ограничений Соревнования станут отборочным этапом шестого сезона Международный конкурс премии уличной культуры и спорта карда Гранд-финалы пройдут в Ставрополе с 17 по 20 августа Участие примут представители 40 стран Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова